Книга «Открытым оком». Тема старообрядцы. Том 11. Вопрос. 2406. Меня интересует положение в старообрячестве. Вы говорили, что они не допускают абсолютно никакой критики в свой адрес. А как же выступление на их соборе митрополита Андриана, где он прямо говорит, что есть у них недостатки и от них нужно избавляться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, в докладе были добрые слова, но им не сдвинутся, потому что на первом месте стоит обряд, а не Библия и не Христос, воспринятый через личное уверование человека, встретившегося со Христом. Им эти мои выражения уже кажутся кощунственными. Они уничтожают у себя любую живую мысль, которая указывает на то, что они не имеют никаких преимуществ со своим двуперстием пред Богом. Я сам был среди них и испытал это на своей душе и плоти. У архиепископа Иосифа, тогдашней главы их архиепископии, был духовник протерей Павел Морозов. Этот священник страшно ненавидел и гнал меня и добился моего отлучения. Но вскоре он жестоко поплатился. Сам был извергнут из сана, и за него запретили даже молиться за мертвого. Образовалась особая ветвь в старообрячестве. Но в старообрячестве во Фрунзе его дочерью образовалась особая ветвь в старообрячестве во Фрунзе, его дочерью Марии. А меня тотчас и восстановили. Но отлучили его не за грех плотской, а, как говорилось, за разоблачение их священников, сотрудничавших с властями. И сам архиепископ был виновен в этом. У них есть священноинок Симеон Дурасов, который написал прекрасное письмо на их собор. И они его, думаете, восприняли? Как бы не так. Они по обычной своей злобе удумали его задавить. А таких обличительных писем они получили не так и много за 300 с лишним лет. С 4 по 6 августа в Москве прошел Совет Метрополии Русской Православной Старообряческой Церкви РПСЦ. Совет рассмотрел различные текущие вопросы. Наиболее важным был второй день 5 августа, когда на заседании Совета были зачитаны открытое письмо собору РПСЦ священноинока Симеона Дурасова и ответ на него инока Олимпия Вербицкого. Сам отец Симеон Дурасов был приглашен на заседание, но так на него и не явился. Письмо это было участниками Совета сочтено еретическим и капитулянским. В кавычках два слова. Участники Совета единодушно высказали свое отрицательное отношение к этому прискорбному документу. Были продолжены попытки вызвать отца Симеона для объяснений, но он очевидно отключил свой телефон. Тогда была создана комиссия в составе епископа Зосимы Еремеева, Метрополичева, Дьякона, Виктора и Инока Олимпия для подготовки в кавычках заключения по делу об опровержении в кавычках открытого письма. А. Священно-инока Симеона. Прозвучало даже предложение извергнуть отца Симеона из священного сана, но в последний момент Совет все же решил в надежде на покаяние отца Симеона, в случае если он не появится до закрытия Совета, объявить о его запрете до освященного собора, намеченного на осень, который должен окончательно решить вопрос о священстве Симеона Дурасова. Отец Симеон и ранее был известен своими симпатиями к РПЦ МП, что в полной мере выразилось в его известном письме с изложением экуменических заглядов. Отметим, что практически никто из присутствовавших не попытался их отстаивать. Напротив, многие были настроены весьма критически в отношении содержания открытого письма. Итак, открытое письмо освященному собору РПСЦ священноинока Симеона Дурасова. Цитата. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. При освященнейшим владыкам, честным отцам и всем братьям о Господе радоваться. 10 ноября 2003 года по новому стилю на память святой великомученицы Поросковии Пятницы в здании старообрядческой митрополии Московской всей Руси преосвященнейший митрополит Олимпий и протоиерей Леонид вручили мне бумагу следующего содержания. 10 октября 10 дня лета 7512 указ Изучив послание Иерея Сергея Дурасова и многочисленные достоверные свидетельства о его деятельности в последние полгода, я пришел к выводу о большой вероятности того, что здоровье этого Иерея серьезно подорвано. В связи с вышеизложенным предписываю Иерею Сергею Дурасову первое. До выяснения состояния его здоровья воздержаться от любых священнодействий. Второе. В кратчайший срок прибыть ко мне для беседы. Олимпии, митрополит Московский и всея Руси. Каждому понятно, что речь в этом документе идет не о простуре и не о каком-то физическом увече, а о душевном заболевании. Только врачебная комиссия может подписать заключение о состоянии психики человека, которое будет иметь законную силу в глазах органов власти, гражданского общества, да и самой церковной среды. Таким образом, решение вопроса о неовменяемости действий и писаний Иерея Дурасова должно быть доверено врачам-психиатрам. Я боюсь, что за множеством других забот наше начальство еще долго не соберет такую комиссию. И христиане будут вынуждены сами на свой вкус и разум строить догадки, сошел с ума Дурасов или нет. Но я постараюсь сам по мере сил прояснить этот вопрос. В сентябре 1983 года я, студент третьего курса Московского университета, был направлен в психиатрическую больницу имени Кащенко. Потому что сказал человеку в белом халате, что о состоянии современного общества и о его перспективах предпочитаю судить не на основании программы КПСС, а по Святому Евангелию, апостольским посланиям и писаниям святых отцов. В частности, по слову преподобного Ефрема Сирина о кончине мира и об Антихристе. Результатом полуторамесячного пребывания в ведущей психиатрической клинике страны был диагноз – астинодепрессивное состояние. Подписавший это заключение, врач сказал, что ставя мне такой диагноз, он пошел на некоторый риск. Ибо его шеф, академик Снежевский, рекомендовал вынести диагноз куда более мрачный. Какое именно заболевание нашел во мне корифей Советской Федерации? Кавалер множества почетных званий и наград еще со сталинской поры, печально известный угодными властями диагнозами по отношению к инакомыслящим, мне так и не оказалось известно. В июне 1986 года врачи Октябрьского райвоенкомата обратили внимание на факт моего пребывания в психбат... Мне так и осталось неизвестно. Хорошо. В июне 1986 года врачи Октябрьского районкомата обратили внимание на факт моего пребывания в психбольнице тремя годами раньше. Я сразу же был направлен туда вновь для повторного освидетельствования. Дополнительным основанием являлось то, что военная кафедра МГУ сочла меня... Достойным звания советского офицера, цитата, по морально-политическим качествам, а конкретно закрест на груди. Специальная комиссия вынесла вердикт о моей негодности к строевой службе по причине психического заболевания. Какого именно, это врачи обещали мне потом написать. Но или забыли написать, или дело потерялось, или же надо было все-таки выполнять план набора призывников. И в этом же году меня призвали в строительные войска. В июне 1987 года командирование военно-строительного батальона, где я проходил службу, направило меня в Калининскую областную психиатрическую больницу. После того, как я написал открытое письмо офицерам и солдатам части. Там было написано, что командование стройбата использует в своих интересах подавление одними нациями других. А его производственная деятельность является сплошным обманом и обворовыванием государства и самих солдат. Что армия становится школой жестокости, эгоизма, нечестности. И что обучение в такой школе принесет горькие плоды для всего общества. Особенно в виде межнациональных конфликтов. И что вся эта ситуация является разоблачением официальной коммунистической морали, основанной на воинствующем антихристианстве. Оригинал письма я отдал замполиту части. Разобравшись со мною, врачи Калининской ОПБ сказали, цитата, «Все будет нормально, поедешь домой». Я был комиссован. Я никогда не скрывал этих фактов в своей биографии. В течение долгого времени, с 1989 по 2002 год, неоднократный пациент психобольницы исполнял в метрополии всякие поручения, как то, готовил тексты архипастерских праздничных посланий и соборных речей, писал статьи для церковного календаря и журнала «Церковь», ввел переписку и тому подобное. А после рукоположения в Иерею в 1995 году принимал участие не только в соборах, но и в заседаниях Совета Метрополии. Почему же теперь у тех, кто является заказчиками, вдохновителями, авторами данного указа, ибо он вне всякого сомнения составлен и продиктован не митрополитом Олимпием, не нашлось другого объяснения моих поступков, кроме психической болезни? Я приведу некоторые слова из своего письма владыке Олимпию, писанного на Светлой Седмице 2003 года по поводу намеченного тогда поставления отца Леонидова епископа. «Я вижу гнев Божий на народ свой в том, что попущено будет избрание и возвышение пастырей, растлевающих виноград Христов. Тому, что попущено за наши грехи, нерадение, неверие, самообман, противиться этому я не могу и не буду. Сам исполнен грехов и беззаконий, но и соглашаться с тем, что совесть не приемлет, тоже не хочу. Соблазн, превосходящий меру терпения, породит в церкви раздоры и мятежи. Но я не хотел бы принимать чью-то сторону и в особенности идти против вас, которого я по-христиански люблю и почитаю. Что могу сделать я, видя, что вы, яко узами железными, связаны людьми бесчестными и бессовестными, и у вас не хватает без пристрастия и крепости духа расторгнуть эти путы. Видно, еще не исполнилась до края чаша их беззаконий и мера Божьего долготерпения. И я, по слову пророка, удаляюсь в клеть свою. Чем еще мог отец Леонид и отреагировать на эти мои слова, кроме того, что обвинить меня сумасшедшим или еще как-то иначе опорочить? Чем еще мог отец Леонид отреагировать на эти мои слова, кроме того, как объявить меня сумасшедшим или еще как-то иначе опорочить? Чем еще мог отец Леонид отреагировать на эти мои слова, кроме того, как объявить меня сумасшедшим или еще как-то иначе опорочить? Но скажут мне, твои поступки могут показаться безрассудными не только твоим врагам. Если ты так радеешь о нашей церкви, то зачем ты принял это тайное пострижение от единоверческого священноинока? После этого любой будет сомневаться в твоей приверженности староврячеству. Ты внезапно покинул приход, потом, не принеся покаяния архипастырю, без всякого благословения вернулся в приход и служишь. Наконец, ты, как уклонившийся в раздолж, был принят обратно в лоно-старообрядческой церкви, но не своим митрополитом, как подобало, а белокреницким митрополитом Леонтием, создав еще один повод для преткновения между митрополиями. И опять, не присоединился официально к митрополии белокреницкой, не вернулся и в подчинение московской митрополии. Ты сам себя и всех запутал. И как понимать твое теперешнее положение? Кавычки закрыты. При желании в кормче нетрудно найти правило для того, чтобы объявить о моем извержении священного сана. Но обязательными основаниями для применения любых церковных правил является 1. Святое Христово Евангелие. 2. Непорочное исповедание православной христианской веры. 3. Познание воли Божией в данном конкретном случае. Если же архиереи или даже собор любого уровня предпочтут руководствоваться не святым Евангелием, а какими-то другими соображениями, если они будут обречены в уклонение от православия, и если станут искать не исполнение воли Божией в обсуждаемом деле, а преследовать некие земные цели, то как они смогут принудить Всевышнего Бога утвердить то, что Ему не угодно? И какое значение будут иметь в глазах Господа, а значит и в глазах истинных рабов Божьих, любые их карательные санкции? Для того, чтобы будущий Освященный Собор нашей Церкви мог вынести по своему вопросу такое решение, которое было бы согласно с волей Божией, и соответствовало, так, простите, для того, чтобы будущий Освященный Собор нашей Церкви мог вынести по моему вопросу такое решение, которое было бы согласно с волей Божией и соответствовало бы Духу Святого Евангелия и учению права веры, я прошу Собор прочитать мое исповедание. Пусть оно и будет объяснением моих поступков. Ради того я и решился на неподчинение архиерею, чтобы призвать всю нашу Церковь к действительному и нелицемерному послушанию воли великого первосвященника Господа Иисуса Христа. И что я особо хочу подчеркнуть, излагаемое ниже учение не изобретено мною и не заимствовано откуда-то из чуждых православию источников. В особенности же оно никак не связано с так называемым экаменизмом, который я вместе со всеми православными христианами отвергаю и анафематствую. Оно по своему смыслу следует за окружным посланием старообрядческих епископов 1862 года и лишь развивает его положение, высказывая их в более прямой и общей форме. Итак, аз недостойный священноинок Симеон исповедую сице двоеточие старообрядческая церковь белокринитской иерархии, которой я принадлежу, а также древре православная церковь, так называемая у нас беглопоповская или новозыпковская, русская православная церковь Московского Патриархата, у нас беглопоповская и новозыпковская, русская православная церковь Московского Патриархата с православными патриархиями Востока, Балкан и Грузии, русской зарубежной церковью и греческими старостильными схинодами, все это суть части одной и той же греко-восточной церкви, хотя некоторые из этих частей разделены вековыми спорными вопросами, разницей отдельных обычаев, различным отношением к инославию, прежде всего к рима-католичеству, к идеям обновленческих реформ, но их объединяет общая догматика, общая иерархическая преемственность, общие исторические судьбы, общий канонический и литургический строй, общая византийская культурная основа. Эти церкви по отношению друг к другу поместные общины, это части члены единого тела Христова, ни одна из них не может объявлять себя телом Христовым во всей его полноте и, как таковая, приписывать себе непогрешимость и самодостаточность. Это мистическое единство, не умозрительное построение, не мечтательное переживание, а реальность, надмирная, бесконечно большая, чем видимые разделения. Впрочем, оно проявляется из Рима в причастии святых и животворящих таинств. Я, однако, не включаю сюда самозванческие, самосвятские общины, хотя по некоторым земным расчетам или по недоразумению и они иногда принимаются в общение некоторыми законными, имеющими апостольское преемство иерархиями. Пример. Принятие в общение украинских самосвятов Константинопольской Патриархии. Пример не менее печальный. Принятие старообрядческим епископом Силуяном Новосибирским в общение изуверной лжеправославной секты 1995-1997 года. Когда же иерархи, законно поставленные и называющие себя православными, учат о возможности спасения вне исповедания Господа Иисуса Христа как Единородного Сына Божия, единого от Святой Единосущной Троицы, они тоже тем самым отпадают от единства Вселенской Христовой Церкви и не могут рассматриваться как ее члены. Я верую и утверждаю, что священники и миряне всех указанных здесь церквей на своих литургиях причащаются от единого тела Христова и пьют от единой чаши его спасительной крови. И благодатные дары, при этом подаваемые одни и те же, и чудотворное, целительное для души и тела воздействие таинств одно и то же. Опыт тысяч священников, наблюдавших это, описанный множество раз в древних и новых книгах, одинаков, независимо от того, по какому обряду и в каком из восточно-православных обществ они служат. Отрицать это и утверждать, что у нас во святых таинствах действует Дух Божий, а у них Дух Лукавый может только человек или незнающий, или недобросовестный человек. Церковь есть не просто человеческое единство, но Богочеловеческое, скрепленное честной кровью в очеловечившегося и пострадавшего за наше спасение Бога Слова. Да, между нами причастниками этой честной крови произошли некоторые разделения. По нашей человеческой ограниченности и страстности. Но, как в распятии Господа Иисуса, при всех бесконечных мучениях Его при чистой плоти, Божество Его пребывало неотделимым от человеческого естества и в то же время непричастным страданию, так и ныне в ряспрях церковных Богочеловеческое единство не может быть разрушено людской злобой. Поэтому и явно, что и в разделенных частях православной церкви одно и то же тело Христово пребывает и на Божественной Литургии, видимо, во святых дарах является. И на Божественной Литургии, видимо, во святых дарах является. И в бессмертную душу человеком подается по их вере, и в бессмертную пищу человеком подается по их вере воплотившегося Сына Божия. Так какая же разница, спросят меня, между исповедниками правых учений и теми, которые в чем-то погрешают против веры? Разница огромная, ибо правое учение исходит от премудрости Божией, а всякая ложь от дьявола. Но как показывают и история, и современность, истинное православие, свободное от всяческих заблуждений, не гарантируется принадлежностью к некой избранной общине. Оно в сознательном и деятельном исповедании полноты евангельского, апостольского и свято-отического учения. Ибо и ереси с самого начала от апостольских времен и до ныне чаще возникали не в чуждой среде, а в самой православной церкви. И Арий некогда был священником этой церкви, и Македонии, и Несторий, и Диаскор занимали в ней даже патриаршие посты. И даже если бы они не были обличены и анафематствованы судом вселенских соборов, и продолжали числиться в православном клире, суд Божий все равно непременно обличил бы их отступничество и отверг от части спасаемых. И только в большее осуждение послужит им то, что они, имея в божественном предании православной церкви преснотекущий источник живой воды, пили из источников чуждых и отравленных. И напротив, святому Кириллу Иерусалимскому и святому Милетию Антиохийскому не повредило то, что они рукоположены были от Ариан, ибо сами они всеми силами, терпя многие труды и скорби, подвязались в проповедовании истины и восстановлении нарушенного еретиками церковного единства. И святой Ипполит не был отвержен Богом и Вселенской Церковью из-за того, что вынужден был отделиться от правившего тогда римского папы, ибо и он искал не разделения, не своеволия, а единства в истине. Очень важно, что эта евангельская истина Христова необходимо включает в себя стремление к кафолическому единству христиан. Именно об этом молился Отцу Своему Господь наш Иисус Христос перед тем, как идти на страдания за человеческий род. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Евангелие Атеана, 17 глава, 11 стих. «Молитва о вселенском единстве, о воссоединении всех разделенных, должна постоянно жить в нашем сознании и в наших делах. Когда же она остается чистой формальностью, когда мы лишь механически повторяем ее на их теньях, а делами противимся ее исполнению, мы лжем Богу и, можно сказать, в суе пытаемся бороться с Его волей, с самим предназначением Церкви. Мы по Никео Цареградскому символу веры исповедуем Церковь Соборную. Соборная – это славянский перевод греческого слова «кафолики». Именно оно и стоит в греческом тексте символа веры, которое буквально означает «все целое, все общее». И никогда при любых внутренних разделениях, при самых неблагоприятных внешних обстоятельствах нельзя забывать, что Церковь не только в России, она не только русская, но вселенская, всемирная. Если же мы пытаемся убедить себя, что якобы некоторыми Божьими судьбами Церковь может умолиться до малой части одного единственного народа из тысяч племен земли, то мы унижаем самого Христа, Агнца Божия, землющего грехи всего мира, крестную смерть Его, кровь Его животворную, пролитую за все человечество. Мы унижаем посланничество учеников Христовых, которых Дух Святой научил говорить языками множество народов именно для того, чтобы привести к истинному богопознанию все концы земли. И церковная жизнь этих народов в силу различия их условий жизни, душевных и телесных качеств, как прежде не могла, так и ныне не может существовать в совершенно одинаковых формах. Неизбежна разница. И утверждать, что служение Богу по такому-то существующему в неком отдельном народе обряду угодно Богу, а по другим не угодно, если что иное, если не что иное, как гордое невежество. Этим слепые люди вместо Бога возвеличивают сами себя, меня себя обладателями неких особенных преимуществ. Они видят промысла Божия, который действует во всех племенах и народах, ибо Он, цитата, хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. 1 Тимофею 2.4 Необходимо также добавить, что в священном предании Вселенской Церкви, включающем в себя и текст Писаний, и его принятое истолкование, и соборные догматические определения, и труды святых отцов, которая является источником нашей веры, не находится ни прямых, ни косвенных свидетельств о именно таком национальном служении границ Церкви. В первую очередь важно обратиться к эсхатологическим трудам, то есть к тем, которые уточняют Святой Кирилл Иерусалимский слово огласительное Блаженный Августин о единстве Церкви. Об этом же Августин пишет во многих своих посланиях. Номер 43, 52, 53, 76, 142 и другое церковное предание относительно последних судеб мира. Их пророчества довольно подробны. Но нигде мы не прочтем, что в последние времена хранение истинного благочестия будет поручено небольшой части какого-то отдельного народа, и что отличать истинных христиан от всех остальных надо будет преимущественно по некоторым внешним обрядовым признакам. Мы на это даже намека не найдем, если не прибегать, конечно, вслед за беспоповцами к грубым подделкам вроде седьмитолкового апокалипсиса или тех сочинений, которые опровергались в окружном послании 1862 года. Все ясно, скажут мне. Короче говоря, ты считаешь, что старообрядчество неправо. Значит, ты с никонианами заодно. Мы уже давно это поняли. Совершенно неправильно поняли. Все наоборот. Вселенское православное единство возможно только при естественном развитии поместных национальных форм благочестия. Как отдельные люди, так и народы имеют каждые свои дарования от Бога. Разные виды христианского доброделания бывают развиты у них не в одинаковой степени. Греки принесли в дар церкви тонкую искушенность своей богословской мысли и поэтический дар. Римляне с самых первых веков наиболее сильно проявили себя в христианском социальном служении. Египетские отцы явились учителями всего христианского мира. Египетские отцы явились учителями всего христианского мира в отсечении душевных страстей и греховных навыках, в кропотливом созидании в себе нового человека. Сирийцы в чистом молитвенном созерцании неизреченного. Русским, по мнению некоторых мыслителей Е. Трубецкой С. Аверинцев, более других народов свойственно сильное чувство красоты церковной, выраженное в синтезе архитектуры храмов, иконописи и богослужебного чина. Конечно, евангельские заповеди одни и те же для всех народов, и люди всех стран спасаются правой верой и делами любви. Это общее. Но я говорю о специфических национальных чертах, каждая из которых может послужить вкладом отдельных народов и поместных церквей во всемирную сокровищницу христианского духовного опыта. Так и происходило издревле. Мы с благоговением внимаем богословскому учению великих греческих отцов. Учимся на превосходящих естество человеческое подвигах сирийских и египетских аскетов. И никто из русских православных людей не дерзнет сказать, что мы могли бы обойтись и сами без них. Иконописание мы тоже учились в Византии. Много известно поразительных по силе духа икон византийских, югославянских и иных. Но вот что удивительно. И восток, и запад именно старую русскую икону знают, любят и ценят больше других. Это лишь частный пример для подтверждения той мысли, что каждая поместная... Апокрифические сочинения, ложно приписанные кому-то из святых отцов, в большом количестве появлялись в 18-м начале 19-го века. Их авторов можно понять. Они осознавали, что они священное писание, они осознавали, что ни священное писание, ни творение святых отцов не содержат достаточных доказательств для обоснования того, что какое-то из старообрядческих согласий есть вселенская церковь в последних времен. Обладая более живым и глубоким религиозным чувством, чем теперешние старообрядцы, они без такого подтверждения не могли с уверенностью называть свое упование безусловно исключительно православным. Вот и найден был выход. Недостающие доказательства просто выдумать. Церковь должна хранить и развивать свои дарования, не как свои, но как данные от Бога и в свободе Божия Духа идти своим естественным путем ко Христову Царствию. И весьма вредно одной поместной церкви, одной христианской культуре считать себя самодостаточной и возноситься над другими церквами и культурами. И вовсе грешно и губительно пытаться внешним влиянием сломать это естественно и свободно растущее под лучами Божией благодати дерево, чтобы заменить его другим. Неизбежны будут большие потери, болезни, веками незаживающие раны. Вот такой попыткой очень сомнительной по замыслу, порочной по нравственному содержанию и преступной посредством явилась Никона Алексеевская реформа. И вся основанная на ней последующая официальная церковная политика не залечивает, а лишь растлевает нанесенные ее раны. А лишь растравляет нанесенные ее раны. Это касается не только отношений официальной церкви со староверами. Это большая внутренняя проблема самой официальной церкви. И влияние этой болезни распространяется далеко за пределы обрядово-канонической сферы. Хотя об этом немало написано, но в наше время стоит говорить о многом заново. Это предмет отдельной работы. А сейчас я могу лишь выразить свое решительное убеждение, что ни простое поглощение староверия нововряческой церковью, ни какая-то уния, вроде уже бывших в истории, не полезной для общего нашего блага, для исцеления от раны раскола обеих частей прежде единой русской церкви, и старообрядческой, и никонианской. Предстоятели и идеологи церкви нововряческой, как и прежде считая ее господствующей, по сути государственной и потому уже вдвойне непогрешимой, к сожалению, до сих пор не пытаются критически рассмотреть ее путь за минувшие три с половиной века. Официально выраженные не в декларациях ОВЦС, а в каноническом праве подход ее к проблеме раскола не изменился с дореволюционной поры. Но наши старообрядческие подходы, подчиненные только одной цели – отгородиться от никониан любой ценой вплоть до неправды и хулы. Они таковы, как будто это нас, ныне живущих старообрядцев, только что сняли с дыбы и вытащили из костра. И мы, кроме этих дыбы и костра, ничего перед собой не видим и не понимаем. Это тоже болезненный признак, говорящий теперь уже о нашей духовной слабости. Ничего перед собой не видим и не понимаем. То есть, кроме дыбы, да, и костра. Это тоже болезненный признак, говорящий теперь уже о нашей духовной слабости. На основании духовного опыта множество людей, в том числе и старообрядцев, достойных доверия по своему благочестию и добрительной жизни, среди которых были и священники, и епископы, можно решительно утверждать, что благодать Божия не покинула тех, кто после раскола остался в церкви Никоновской. Это не оправдывает запятанных кровью церковных прогресситов-революционеров, как 17-го, 18-го, так и 20-го века. Не извиняет тех, кто был повинен о внесении в учения и жизнь церкви чуждых православию новшеств. Но это настоятельно убеждает нас в том, чтобы искать и искать пути к воссоединению. Нас, разделяющихся друг с другом, порой жестоко и несправедливо порицающих и даже проклинающих друг друга, благодать не оставило. Почему? Почему? Потому что мы, несмотря ни на что, едино у Христа, и Божия воля такова, чтобы мы, те и другие, с верою и самоотвержением потрудились еще здесь, на земле, восстановить наше единство. Не так, как это кому-то выгодно или удобно по земным меркам, а так, как это угодно Духу Святому. Ищущим еще будет открыто, как именно, но это, безусловно, должно произойти. А до тех пор старообрядческая церковь будет самостоятельно жить и развиваться на основе подлинно святоотеческого, подлинно древле православного и кафолического предания веры и благочестия, и вносить свой естественный, соразмерный и в теоретической возможности очень даже немалый и ценный вклад в богочеловеческое дело мирского спасения. Но многие подходы, ставшие для нас привычными в годы гонений и вынужденного замыкания, следует пересмотреть. Иначе мы просто не исполним данное нам от Бога задание и, как лукавые и ленивые, да еще и всуи возгордившиеся рабы, будем праведно наказаны. Итак, старообрядчество есть не единственный сохранившийся после всяческих отпадений остаток Вселенской Церкви, а органическая часть живого тела этой Церкви. Это не попытка подвести старообрядчество к капитуляции, а напротив, обоснование новой наступательной стратегии. Во-первых, этот тезис помогает нам осознать свою духовную ответственность за многие миллионы совсем не чуждых для нас людей. Во-вторых, он позволяет правильно определить как главные, так и ближайшие цели и средства их достижения, и несупрямой возведенной в принцип пассивности уступать позиции предлицом религиозного равнодушия, а также воинствующего оккультизма и сектанства. А вновь и вновь, исполняя повеление нашего Божественного Учителя, обещавшего пребывать с нами до скончания века, идти и учить все народы. Ивангелие от Матфея 28.18 «Наше дело не бегство в тайгу или, скажем, за ограду Рогожского кладбища, а борьба за спасение мира, за грехи которого заклан был Агнец Божий, наш Спаситель и Первосвященник. «Несомненно, благосостояние святых Божьих церквей и совокупление всех есть дар чаемый нами от подаятеля всех благ. Если церковь извечно молится об этом при каждом богослужении, то значит она верит, что получит, просимая, ибо молитва без веры только оскорбила бы Бога. Значит, членам церкви естественно и делом стремиться к достижению этого единства по псаломическому слову «взыщи мир» по псаломскому слову «взыщи мир и пожени, и», то есть стремись к нему. Говори. Как обычки, ибо сняли. Да. То есть вот это «взыщи мир и пожени» – это из псалма 33-го взято. Ставшая же для нас привычная мысль о фатальном и всячески неотвратимом вероотступничестве всех вокруг не только парализует нас во внешней деятельности, но еще и не дает бороться с проявлениями духа, отступлением нас же самих. Если эта мысль укоренилась в нашем сознании, это свидетельствует о нашем собственном маловерии. Важно еще заметить, что если принять изложенную точку зрения, то снимаются сами собой очень тяжелые вопросы, на которые старообрядческие авторы до сих пор не дали убедительного богословского ответа. Например, как с богословской точки зрения объяснить, что Вселенская Церковь, «Коль скоро Церковь Старообрядческая считает себя таковой, на 180 лет во всемирном масштабе лишилась епископства, чего ни на один день не оставались лишены даже отпадшие от православия общества нестариан и монофизитов. Если старообрядческая церковь есть вся в совокупности церковь кафолическая, по определению, то она в мире обладающая полнотой благодатной дарований, то как же она утеряла самый естественный и необходимый дар? Дар воспроизводства священства. И обходилась исключительно тем, что, так сказать, брала его взаймы у Церкви Новообрядческой. Да если говорить о сегодняшнем дне, многие благодатные дарования вовсе незаметны в нашей Церкви. Мы говорим о себе, что мы, одни мы, та вера, которую исповедовали апостолы. Тогда где же в нас хоть самое малейшее проявление Духа Апостольского? Мы исповедуем именно ту веру, что и великие вселенские учители, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, не правда ли? Где скажут мне в сегодняшнем нашем старообрядчестве их дух, их дела? Не относятся ли и к нам слова Христа Спасителя, сказанные иудейским законникам? Если бы вы были чада Авраама, то дела Авраама вотворили бы. Евангелие от Иоанна 8.39. А прежде того, еще Иоанн Креститель говорил, цитата, «Может Бог из камней сих воздвинуть детей Аврааму? Уже из секира при корне древа лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея, 3 глава, 9-10 стихи. «У нашей церкви есть святое, Богом определенное предназначение, имеющее всемирно историческую варность. И обязательно найдутся люди, которые будут его исполнять. Но если то общество людей, если та, скажем так, организация, которая называется Русской Старообрядческой Церковью, «Впрочем, все это можно сказать и о древле православной церкви Новозыбковской, не захочет делать порученное ей дело, то эта организация, это общество может быть как бесплодное дерево отринута, срублено и брошено в огонь Божьим гневом. Бог воздвигнет угодных ему делателей из камней сих, в кавычках, из людей, которых соберет откуда ему угодно». Мы нуждаемся в новых основательных трудах по этой важнейшей для нас теме. Характерно, что старые работы старообрядческих апологетов, такие как Церковь Христова, временно без епископа и Усова, впоследствии митрополит Иннокентий. Далее, разбор ответов на 105 вопросов, составленный в виде вопроса-ответов по материалам полемических бесед. Но умение привести подходящую цитату из святых отцов, какую-то церковно-историческую аналогию, хоть и может доставить победу в частном споре, но для цельного богословского осмысления проблемы совершенно недостаточно. Я выскажу свое понимание предельно кратко. Поскольку Церковь, как уже было сказано после раскола в годы канений, оставалась все-таки одна, то старообрядцы имели епископов всегда. Это были те епископы, рукоположенные которыми священники, переходя к старообрядцам, служили у них. Да, эти епископы подчас были гонителями тех своих овец, которые оставались при старых обрядах. А овцы, в свою очередь, гнушались этими архипастырями как еретиками. Состояние ужасное, противоестественное. Но если взять сравнение из мирской жизни, состояние гражданской войны еще не означает распада государства. Так и здесь. Церковь есть примирное царство во главе с бессмертным царем, Бога-человеком Иисусом Христом. И человеческим лишь разделением оно не могло быть разрушено. Нежелание понять и исполнить то, что хочет от нашей церкви губительно для нас, и не только в конечном счете уже теперь. Однако, увы, покамест наше иерархическое начальство озабочено хлопотами о том, кто будет править в ней, а как церковный корабль будет дальше плыть по Мирскому морю, оно предпочитает не задумываться. В кавычках. А что там думать, как до сих пор плыл, так и дальше поплывет. Если старящие у кормила церковного не желают видеть, что их корабль несется на скалы, или не понимают, но не умеют поправить положение, а сказать боятся, парализованные стыдом и страхом, то совсем не обязательно всем плывущим на корабле сложить руки и ждать смерти. Кто понимает смысл происходящего, правильно сделает, если что есть силы, закричит о грозящей опасности. Найдутся, конечно, такие, что скажут. Замолчи, паникер несчастный, есть капитан, ему виднее. Другие уточняют, да что вы слушаете этот бред, он сумасшедший, разве не видно? Его связать надо? Нет, не замолчу и связать себя не дам. Я буду спасаться, уцепившись за какую-нибудь доску. Но ведь это же не дает почти никаких шансов на спасение. Почти никаких. Но у Бога все возможно. Иначе же этих шансов еще меньше. Нестись на скалы, зажмурив глаза, это уже самоубийство, грех, включающий в себя и неверие, и отчаяние. Если человек, выбравший спасение на доске, все-таки уцелеет, никто не назовет его предателем своих погибших товарищей по плаванию. Его никто не осудит. Если же выплать ему удастся, Бог примет его душу. Его никто не осудит. Если же выплать ему удастся, Бог примет его душу. И так опять что-то. Вот Сергей, ты два раза считаешь, нет, нет, почему не считаешь? Кратов, ты прыгнул и все. Его никто не осудит, этого человека. Если же выплатить ему не удастся, Бог примет его душу. Благодарю Богу. Не удастся, то есть утонет все-таки. По смыслу-то я бы удастся прочитал. Итак, я делаю то, что могу в данных обстоятельствах. И для собственной души, и для старообрядческой церкви, которую я люблю, и которой я никогда не изменял и не изменю. И для вселенской церкви, церкви апостолов, мучеников, великих вселенских учителей, сокровищницы спасительной истины и духовных даров, наследницы Царствия Христова, которую я исповедую в символе веры, и членом которой я уповаю быть и в нынешнем веке, и в будущем. И я верю, что если не теперь, то когда-либо, когда угодно будет Богу, и простые православные христиане, и священники, и епископы, и целые соборы подтвердят излагаемое здесь учение как кафолическое и православное, согласное с Духом Божьим. А тот указ, который послужил поводом для этого письма, сам о себе говорит, что он является лишь маленьким эпизодом семиминутной политики. Его составители, как видно из самого текста, прекрасно понимают, что в этом случае не имеют права сказать так, как могли говорить апостолы. «Изволися Святому Духу и нам» Деяния 15.28 «И уместно вспомнить из тех же деяний апостольских слова апостолов Петра и Иоанна «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» Деяния 4.19 «Каждый, хоть немного знавший покойного владыку, с уверенностью скажет, что указ написан не им и даже не с его слов. Автором его, по всей видимости, является Айю Рябцев. Продолжить работу над своим письмом пришлось в скорбный день погребения нашего первосвятителя. Вот и за владыкой Олимпием закрылись смертные двери, и его душа видит то, что еще не видела, и божественные тайны открываются ей более полно, чем она могла познавать их, живя в бредном теле. И сама земная жизнь и дела церковные видятся оттуда, словом «оттуда» в кавычках, уже совсем иначе, чем в кавычках «отсюда», где человек обычно смотрит сквозь призму немощи и страстей. Скажи, дорогой владыка, каково тебе смотреть сейчас на наш общий дом, на церковь Христовую Твою? Дай нам совет, как теперь возвращать упущенное, восстанавливать разрушенное и сживать великие соблазны, как учиться нам заново любить Бога и друг друга и искать не земной корысти, а Царствие Божие и правды Его. Всем сердцем хотелось увидеть сегодня у Твоего гроба, Твоих собратьев и сослужителей, представителей братской заграничной церкви, которые два месяца назад покинули Россию с чувством горечи, досады и оскорбленного архипастерского достоинства. Если бы теперь, хотя и поздно, произошло искреннее примирение, то и Твоя душа, несомненно, возрадовалась бы, и наша скорбь была бы отчасти утишена. Но и Тебя, и нас лишили этой отрады, а она была бы дороже, чем все пение и чтение, которое совершалось над Твоим телом в эти дни. Неужели и грядущий собор не озаботится о действительном восстановлении братского согласия и мира, а лишь усугубит раздор? В последние годы на наших соборах ярко и многократно проявлялось отсутствие доброй воли к миру, к единомыслю с Белокринитской митрополией. Не было ни в чем заметно духа братской любви, не было даже попытки понять другую сторону. Господствовала некая великодержавная высокомерие, неприкрыто и грубо нагнетались страсти. Любое выражение из писем заграничных иерархов истолковывалось во враждебном смысле. Все эти приемы и повадки были столь далеки от Духа Христова, что я опасаюсь, не покинула ли в эти моменты всеосвящающая благодать Святого Духа некоторых деятелей наших освященных соборов. А ведь есть очень простые вещи, понятные самому обычному мирянину. Человек высокомерный и скандальный по отношению к соседям не может быть и наставником добропорядочного поведения для собственных детей, даже если он считает, что в сварах и тяжбах сощищает интересы своей семьи. Подать малым сим пример враждовства – это значит ввести их во многие грехи и беды. А, враждотворство, простите. Это значит ввести их во многие грехи и беды. Напротив, способность смириться и уступить ради того, чтобы сохранить братскую любовь и избежать соблазна – признак учеников Христовых. Об этом Слово Божие так говорит нам. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Ана, 13, 14, 15. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Ана, 13, 35. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к виткновению или соблазну. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Послание к римлянам, 14 глава, 13, 19 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Филиппийцам 2, 3. «К великому сожалению, по отношению к братской церкви мы поступали все это время, а отнюдь не в соответствии с этими господними и апостольскими словами. Дивно ли, что и во внутренней церковной жизни они не исполняются, а господствует настроение прямо противоположное. Дух гордости, зависти, вражды, беспредельного корыстолюбия и других грубых и низких пагубных страстей, прочно утвердился в среде тех, которые пытаются вершить ныне судьбы церковные у нас в Москве. «Они настолько не живут Христом, Его словом, Его заповедями, что возникает вопрос, веруют ли они в Него вообще? Помнят ли еще они о Нем? Или, может быть, глядя на икону Христа, они молятся кому-то совершенно другому? Неужели, по их мнению, воля Божия в том и состоит, чтобы некая династия могла беспрепятственно, не считаясь ни с какими законами, удовлетворять за церковный счет любые свои прихоти и при этом уже до конца развращаться, теряя христианский нравственный облик? Еще хуже то, что их в кавычках вера, я оставлю кавычки, потому что эта вера не в евангельском смысле, их в кавычках мораль, прививающая молодому священству и мирянам, прививаются молодому священству и мирянам, становятся общепринятыми, как бы естественными. Но в чем же тогда, полагаем мы, содержание и цель христианской жизни? Для чего мы тогда называем себя чадами церкви Христа, если все Евангелие это как бы не про нас, если наши нравы и повадки очень низки, даже по мирским меркам? Мы надеемся, что покаемся пред смертью, а после смерти нас отмолят. Но живя всю жизнь не по совести, пребывая в фарисейском самодовольстве, мы и перед смертью не способны окажемся понять глубину своего падения и весь ужас нашей измены Христу. И те, кто останется после нашей кончины в таком же страшном обольщении, не смогут нам ничем помочь, ибо Дух Божий в таких людях не пребывает. И на страшном суде нам придется услышать одно. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делатели неправды. Точнее же сказать, к церкви матери, если говорить о восстановленной в XIX веке и ныне действующей у нас иерархии, а не вспоминать дораскольные обстоятельства, которых теперь нет, именно это пытается делать автор письма, к сожалению, тяжело больной и подавленный владыка, и на нем поставил свою подпись, которая в начале октября рассылалась священникам и содержала в себе клевету и на Белокринитскую митрополию, и на епископа Андриана. Между прочим, в нем пишется, что Московская кафедра по чести стоит непосредственно после Иерусалимской. Если в XVII веке это была реальность, отражающая положение России как ведущей державы православного мира, то в XXI веке вместо старообрядческой митрополии и в России более чем скромно, а в православном мире и подавно. Общение с Иерусалимской патриархией она не имеет, чтобы претендовать на место рядом с нею в какой-то табеле о рангах. И основана эта нынешняя старообрядческая кафедра не в X и даже не в XVII веке, а лишь в XIX через рукоположение московского архиепископа от митрополита Белокреницкого. А до этого события ее просто не существовало. Так что притязание на права московской патриархии XVII века в этом, в кавычках, манифесте выглядит столь же комично, как новый титул, присвоенный новозыпковским архиепископам. То, что нравственное состояние нашей церкви представляет собой теперь очень грустную картину, то, что задают тон в ней люди, не боящиеся Бога, от Бога же и попущено для нашего вразумления, для того, чтобы мы увидели в плодах своих собственных дел достойное наказание за уход от истинного Христового пути, начало этого уклона в нашем сознании. Есть несколько установок, которые для него характерны. Первое. Многие из нас имеют такое понятие, что человек спасается следованием некому истинному закону, уставу или обряду. Наши старообрядцы нередко говорят, что русские святые спасались по старым книгам. Святые всех времен и народов спасались не по книгам, и тем более не по уставам и обрядам, а благодатью Христовую, которая в силе их веры и божественной любви вселилась в их сердце и соделала их причастниками обожения. Что спасение именно так дается людям, учат все послания святого апостола Павла и все прочие предания церковные. И если вся жизнь христианина не является подвигом стержания этой благодати, то никакой закон, устав и обряд не соделают человека чадом Божиим и наследником царствия его. Это необходимо еще и еще раз напомнить в соборных постановлениях, в архипастерских окружных посланиях, проповедях священников. Иначе будет оставаться соблазн уклона в лицемерное фарисейское законничество и в беспоповщину. Второе. Многие из нас, к сожалению, действительно, как нас и обвиняют новобрядцы, не видят различия между догматом веры и обрядом, который призван этот догмат символически выражать. Это мне приходится говорить по многолетнему опыту общения с нашим священством, в том числе с теми, что слывут грамотными. Доброе дело хранить древние обрядовые предания. Но само по себе хранение обряда совсем не означает, что и догмат, выражаемый им, мы столь же тщательно сохраняем. Происходит подмена. Сосредоточенные на внешнем обряде, мы не заботимся о четкости своего богословского сознания. Обрядовая и уставная строгость сочетается у нас порой с диким догматическим невежеством, с представлениями фактически чужными православной вере. Поэтому нам надо непрестанно обращаться к духу, к делам и учению великих святых, сохранивших и передавших нам драгоценное богатство православного богословия. Если мы с ними одно, если и в нас, и в них живет один и тот же Христос, то естественно нам желать и молиться о том, чтобы в наших сердцах, мыслях и делах действовал тот же дух, который укреплял и наставлял их в церковном делании. Очень ярко говорится об этом в словах преподобного Симеона Нового Богослова. Вошедших во второй том его творении в переводе епископа Феофана. Третье. Древняя церковь горела огнем ревности об апостольской проповеди, но теперь мы считаем это как бы излишним. И понятно от чего? От внутренней пустоты. Когда любовь Божия переполняет сердце человека, он не может не желать того, чтобы поделиться ею с другими людьми. Но если живую любовь Божию пытаются заменить формальным исполнением тех или иных уставных требований, которые полагаются как бы достаточными для спасения, чем тут делиться? Разве только что умением доносить пальцы до плеч и правильно держать листовку? Потому что в старообрячестве особо ценится, что человек коренной. Это значит, что он с детства приучен к уставной и обрядовой истовости, к долгому молению и так далее. Пришлого-то человека пока еще приучишь. А с каким сердцем стоит этот свой коренной на долгом том молении, что у него в голове никого не волнует? Была бы внешняя сторона соблюдена. Вот такой привычный для нас подход чужд Евангелию и должен быть и сжит, если мы поистине ученики Христа. Четвертое. Поскольку старообрячество в течение трех с половиной веков существует как чисто русское церковно-историческое явление, то нам, понятное дело, свойственна некая особая гордость как русским, да еще и более того, истинно русским по вере и традициям. Но мы, русские, не первыми и не последними услышали евангельскую проповедь. Ни одних нас пришел спасти Христос. Ни о нас одних промышляет. И все-таки справедливости ради надо сказать, что ни один из народов земли не отрекся от Христа за столь короткое время в таком массовом порядке и не обрушил такую страшную силу ненависти на свои собственные святыни, как русский народ. И выходцы из старообрядческих семей участвовали в страшных делах богоборческого режима, так же, как и остальные наши соотечественники. А потеряла в годы этого режима наша церковь, да и все другие согласия староверы, относительно больше, чем церковь новообрядческая. И не потому, что ее гнали с особой лютостью, а потому, что меньше у нее было внутренних сил для сопротивления. Потому что держалась она больше обычаем, чем любовью к Богу. А когда разрушена была среда, содержавшая этот обычай, то пала и вера. И во многих краях она просто исчезла. А где и не исчезла, там духовный уровень ее, как правило, очень невысок. Так что хвалиться нам, как истинным русакам, в кавычках, как в кавычках, хранителям чего-то там такого древнего, совершенно нечем. И меньше нам надо вообще о себе говорить и думать, как о человеках. Послушаем еще Павла. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распит, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Послание Галатам, 6 глава, с 12 по 15 стихи. Сказанное здесь об обрезании, как ритуальном признаке еврейства, горится и по отношению ко всякой национальной, культурной и конфессиональной особливости. Хотя она и существует, но для причастия, благодати, спасения она ничего не значит, а имеет значение лишь подлинное обновление, преображение человека по образу нового Адама, Христа. И говоря о кресте Христове, апостол имеет в виду, конечно, не какой-то вещественный образ Креста, а саму крестную смерть, которую Господь искупил нас от греха и смерти и даровал спасение и жизнь вечную. Крестной державой Агнец Божий умертвил грехи всего мира и даровал жизни вечную всему человечеству. И если мы не захотим намеренно уклонять свои очи от дел Божьих, то мы увидим глубину, в кавычках, глубину богатства и премудрости и разума Божия. Это цитата. Увидим еще одна цитата. «Коль непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» Римлянам 11.33 во всех племенах земных. И нельзя все проявления их духовной жизни, их пути ко Христу мерить нашим русским аршинам. Похоже это на наше или не очень. Итак, нам надо осознать себя частью всемирного спасительного промышления Божия и возлюбить путь ко спасению и прочих народов и участвовать в нем, как Бог повелит. Тогда Господь соделает и нас причастниками апостольской благодати. «А если кто не считает нужным даже думать о том, как действует Бог в других народах, явно, что Он не участвует в деле Христовом и чужд Его разума. Да сохранит нас Господь от такой беды. Ревнуйте о дарованиях больших», призывает нас апостол Павел 1 Коринфянам 12.31. «Ищите Царствие Божие и правды Ее, а прочее все приложится вам», учит Господь во Евангелии. Итак, если будем просить у Бога большего, наиглавнейшего, то и меньшее будет нам дано в той мере, насколько оно нужно для достижения главного. Будем по евангельскому слову и по примеру апостолов и отцов стремиться всем сердцем к подражанию Христу, к стяжанию Духа Его и святости. И Бог подаст нам силы, по крайней мере на то, чтобы не порочить христианское имя безобразными делами. Будем молиться о спасении всех народов земли и верить, что Бог силен их привести к этому. И тогда, во всяком случае, подаст нам Бог разума, как в своем народе праведно проповедовать Слово Божие, и как свои местные церковные дела обустроить. А если мы окажемся костны, ленивы и трусливы, то услышим грозный Господень приговор, как тот раб, которому дан был всего один талант, и тем он не воспользовался, как должно. Всякому имеющему дастся и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. «А негодного раба выбросите во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 25 глава, 29 по 30 стихи. Вот к этим вопросам, важнейшим для нашего общего церковного дела, а значит и для нашего спасения, я хочу привлечь внимание своих братьев. Ради них я и пошел на то, чтобы явиться притчей во языцах и покивания главы в людях. Их-то надо обязательно решить, прося духа премудрости, духа разума, духа страха Божия у просветителя. Это бесконечно важнее, чем разобраться с одним рядовым священником. Я самая маленькая частичка церкви, но она есть тело Христово. И верю, что Господь, желающий спасения всем и меня последнейшего, не оставит погибнуть в заблуждении. Он добудет свидетелям, что я не ради корости или гордости говорю то, что говорю, и делаю то, что делаю. Я искренне желаю одного. Псалом 26, 4 и с 11 по 14 стих. Единому в Троице славему Богу во святей церкви добудет слава ныне и присно и вовеки веком. Аминь. Грешный раб Христов и сын церкви его, священноинок Симеон. Индекс 142.511 Московская область Павлова Посадский район, поселок Б. Дворы, улица Красавина 79А, отцу Сергию Симеону Дурасову. Ноябрь 2003 год, январь 2004 года. Пишите нам. Электронная почта, эдитор собака, портал defiscredo.ru Об открытом письме священноинока Симеона. 1. Содержащиеся в открытом письме отца Симеона Дурасова понятие о церкви Христовой осудить как противоречащее светоотеческому учению. 2. Принять к сведению признание отца Симеона, что его открытое письмо содержит погрешительные формулировки, неприемлемые для церкви. 3. Поручить канонической комиссии с привлечением соответствующих специалистов и отца Симеона подготовить материалы по данному вопросу к очередному освященному собору. 4. Исключить отца Симеона из состава учебного совета Московской митрополии. 5. На очередном освященном соборе рассмотреть сомнительные случаи из пастырской практики отца Симеона. Кавычки закрыты. В пятом томе открытым оком вопрос 1441 говорит об этих же бедах. Ответ староогреческого инока Олимпия на письмо священноинока Симеона Дурасова. Кавычки открываются. Можно было бы не проявлять беспокойства о том, каковы богословские взгляды отца Симеона Дурасова до тех пор, пока он не объявил их публично. И поскольку действия ближнего всегда следует истолковывать скорее в лучшую сторону, чем в худшую, то хотелось оправдывать его шаги и обстановкой того времени и чисто по-человечески. Но вот он заговорил, я имею ввиду открытое послание, с которым он обратился к церкви. После этого уже исчезли всякие иллюзии. Читая его строки, каждый мыслящий православный человек скажет, среди нас волк. Вопреки этому весьма невежественно отстаивать утверждение, будто пред Богом все равно все едины и якобы до Бога человеческие заборы не дорастают. Признать конфессии, перечисленные отцом Симеоном в качестве поместных обществ и единой церкви невозможно даже с чисто административных позиций. Уже хотя бы потому, что они существуют параллельно на канонической территории друг друга. Здесь отец Симеон употребляет просто демагогический прием, спекулируя именем Божиим. А до каких пределов в состоянии сужаться в святая вселенская церковь, до поместных или еще более узких, пусть он спросит святого Максима. Неужели можно так наивно заблуждаться, чтобы дойти до утверждения, что в этой иктении мы молимся о единстве с раскольниками? Хорош пастырь, который так учит. Но таков стиль мышления отца Симеона, также побеждающий логику и свидетельство предания благодатью, любовью и культурными вкладами разных народов. Это в кавычке взято. Перед чем бессильны законы мышления и смолкают книги. Поэтому решительно отвергнем беззаконную любовь, ложную премудрость и фальшивую кафоличность, которые он нам предлагает. Теперь остается исследовать происхождение и природу того новоиспеченного учения, которое провозглашает отец Симеон. А нынче отец Симеон открывает новую страницу в виде своей, в кавычках, ультралевой реакции. У святых отцов сказано, что путь добродетели это середина между недостатком и излишеством. Например, целомудрие находится между окаменением и распущенностью, а правда между коварством и неразумием и т.д. Необходимо заметить, что такая закономерность прослеживается как в нравственном богословии, так и в каноническом. Потому что мы с окружным посланием в середине не окружники были справа, тяготея к беспоповским взглядам. А отец Симеон оказался по левую сторону, примагниченный никонианами. Таким образом, его учение все-таки новое и чуждое православие, как противоречащее светоотеческому. Но и те конфессии, которые он, видимо, соединяет, далеко не все придут в восторг от взаимного общения, в кавычках, благодати, которую отец Симеон нам навязывает. Несмотря на это, его миролюбие таково, что одинаково примеряет всех, невзирая на возражения. Жаль, только новостильники и римокатолики его так обидели, что не хватило на них братской любви. Зато теперь никто не сможет назвать его традиционным экуминистом.